В Рязани начали ремонт моста через реку Павловка на Московском шоссе. Последние несколько лет он находился в аварийном состоянии. Судьбу на нем испытывали и водители, и пешеходы. О том, какие опасности там подстерегали и какие еще мосты нуждаются в ремонте, в нашем следующем сюжете. Этот мост пережил страшные годы Великой Отечественной. Был оборонительным рубежом от фашистских захватчиков. В мирное время не устоял. Парапета давно нет, под ногами бездна. Он требует глобальной такой реконструкции. Может быть даже смены этого моста, потому что он уже отслужил свое давно. ВАЗ-2112 следует по Московскому шоссе. В какой-то момент машина цепляет отбойник и летит со злополучного моста прямиком в Павловку. Эта авария произошла полгода назад. Ремонт так и не провели. В итоге горожане рискуют в любом случае. Либо упасть вниз, либо угодить под колеса автомобиля. Ведь официально пешеходную зону ни власти, ни застройщики здесь не предусмотрели. Машинам неудобно. Идет человек с тележкой, вдруг заденут его. И они переживают, и я. Наша рязанская лень. Наших рязанских чиновников. Кто отвечает? Кому писать письмо? Администрации города Рязани. Чиновники поясняют. Ремонт моста и организация тротуара на этом участке Московского шоссе начались. Время ушло на аттестацию сооружения. Часть работ в ведении муниципального образования, часть в ведении инвестора, которому принадлежит территория. Мост будет пешеходный, шириной 3 метра. Достаточно интересно у него архитектурное решение этого моста. С двух сторон по берегам будут монтироваться сваи. И на свае будет размещаться фермовая часть этого моста. О существовании этого моста в Рязани догадываются немногие. Единственный в областном центре подвесной, или на языке специалистов, вантовый. Ему больше 70 лет. В довоенные годы такая конструкция, соединившая два района, Ситники и Мервина, стала настоящей архитектурной находкой. Сейчас металлический каркас в любой момент может лопнуть. Вот только в планах на ремонт этого моста нет. Возможно, реакция последует в ответ на очередное ЧП. Так было, например, когда год назад провалился асфальт на Большом Астраханском мосту. Впрочем, реконструкция лишь создала видимость благополучия. Мост и поныне в удручающем состоянии. А ведь именно каменный Астраханский когда-то считался красивейшим архитектурным объектом областного центра. В 80-х годах прошлого века планировалось восстановить под ним арку. Организовать единую прогулочную тропу от Кремля до ЦПКО. Впрочем, сегодня жителям уже не до архитектурных изысков. Хотят хотя бы безопасности. Максим Ларин, Сергей Громотеев, Вести, Рязань.